Аминь 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 И Тора, мы не выделяем ее из пророков, писаний, бритха Даша Нового Завета, но как именно в качестве традиции и так далее, мы чтим Тору, как дающую нам эти основания. И мы вместе со всеми верующими евреями, мы изучаем ее еще потому, что Тора это и есть живое слово, это слово, которое приходит в нашу жизнь и которое изменяет наши жизни, как оно изменило мою жизнь, как оно изменило многих из ваших жизней. И у тех, кого не изменило, у них есть добрая вещь, это радость Торы о том, что ваша жизнь, она изменится, она изменится к лучшему, друзья. Амин? Чья, ну, я немножко, меня переполняет чувство, да, поэтому извините, если буду немножко эмоционально говорить, значит, чья жизнь, она изменилась под влиянием слова Божьего? Давайте поднимем руки. Слава Господу за вас. Значит, те, кто, может быть, не подняли, я не смотрел, я посмотрел, что большинство подняло, это реально и Тора, жизнь, Божье слово, оно придет в вашу жизнь. Значит, Роа Хакодеш, значит, посланный Ишоа, значит, он придет в вашу жизнь и ваша жизнь, она изменится. Таким образом, мы видим, что Тора, это не просто истории еврейского народа, как некоторые это считают, знаете, ну, значит, там евреи написали там себе, значит, они, значит, пусть... Нет, это живое слово, это Бог, это его личное присутствие, действенное присутствие Бога в нашей жизни. Давайте подтвердим это, амэн. Я не часто это, но сегодня мне хочется постоянно говорить, да, да, мы должны утверждать это в нашу жизнь, потому что это действительно так, это живое присутствие Бога в нашей жизни. Это небеса, открытые не только как бы в таком космическом масштабе, потому что когда мы смотрим на этот прекрасный космос, мы видим, насколько велик наш Господь, аминь. Но это небеса, открытые в жизнь каждого из нас, в сердце каждого из нас, в вашу жизнь, ко благому изменению, аминь. И мы будем сегодня, вот сегодня я хочу комментировать Тору именно вот через радость Торы, и я хочу комментировать ее вот именно через ее присутствие, личностное измерение Торы в нашей жизни. Что она дает нам здесь, сейчас? Это не история когда-то, хотя это тоже история, но это не история бывшая, это то, что продолжается сегодня в нашей жизни. Аминь, друзья. Итак, с первых строк Тора дает ответы на самые важные вопросы человеческой жизни. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что есть величественнее этого, что есть как бы выше этого утверждения? Друзья, любое философское какое-то, знаете, такое умозаключение, вывод такой очень крутой философский или научное открытие, значит, оно может, если они правильные, конечно, они могут только подтвердить, что «О, мы поняли, что Бог сказал или что Он сделал в этом». Ничего нету. То есть Бог, Он сделал. И то, что наука, мы благословляем науку, мы любим науку, мы пользуемся дарами, но мы не любим, когда наука говорит «О, мы здесь все знаем». Вот мы здесь все знаем. Значит, на самом деле все знает только Господь. Аминь. Поэтому это библейское утверждение, оно краеугольное. Это библейское утверждение, если оно принимается или не принимается, о том, что Бог сотворил небо и землю, оно вводит людей в две системы координат. Первая система координат, она очень четкая. Она говорит о том, что есть творец этого мира. Да? Если есть творец этого мира, значит, есть смысл во всем. Потому что, ну, мы тоже же творческие люди, мы понимаем, что если мы что-то делаем, то мы это делаем для чего-то. Даже если мы ничего не делаем, то мы это тоже делаем, просто чтобы отдохнуть. Аминь. Значит, и Бог, Он сотворил, и мы видим, когда мы рассматриваем слово за словом, как Он творил мир, мы видим, что Он творил этот мир, продумав, Он творил со смыслом, и Он всему дал свое назначение. И траве полевой, Он сказал, и животным, и людям, значит, и светилам небесным и так далее. Он всему дал, как бы, свое назначение. Даже шаббат Он утвердил, Он осветил этот день, Он дал ему назначение, чтобы в этот шаббат, и мы должны всегда об этом помнить, что первое значение шаббата – это чтить Бога. Чтить, что Бог сотворил небо и землю. Потом, что у Него есть завет и так далее. Вот, а не просто такое времяпровождение, когда ничего нельзя делать. Вот, значит, итак, это библейское утверждение, когда если мы принимаем, мы входим в правильную систему координат. Мы четко знаем, кто мы, мы знаем, кто наш творец, мы знаем свое предназначение, мы знаем точку отсчета. И самое главное, друзья, мы знаем что? Мы знаем, куда мы придем. Последующее. Аминь. Когда Машиих нас придет за своей общиной, за своей межпахой, когда он пригласит нас на пир. И сегодня, кстати, это прообраз этого пира. Друзья, прообраз. Мы, значит, мы здесь празднуем, мы радуемся здесь. И хотя в нашей жизни есть определенные трудности и, может быть, хочется плакать, но мы все равно находим повод для радости именно здесь. Почему? Бог пригласил нас, Он почтил нас, и мы радуемся с Ним. Поэтому мы так весело всегда перед Ним и танцуем, и поем, и нам это радостно. Итак, если Бог сотворил, друзья, есть законы. Есть законы, утвержденные Богом. Аминь. Значит, есть нравственные законы. Есть понятие добра, зла. Есть что такое хорошо, что такое плохо. И эти понятия, они вечны. Как вечен наш Бог, так эти понятия вечны. Если мы не принимаем это решение, то есть если мы не принимаем, что Бог сотворил, если мы верим, что это просто был большой взрыв, хотя почему еще взорвало, что-то же было в начале этого. Последнее, вот я недавно прочитал статью, ученые говорят, что оказывается, наша трехмерная вселенная, она произошла из четырехмерной вселенной. Там что-то типа булькнуло, и она раз и появилась. Ну, это... Ну вот, значит, и если мы принимаем такое значение, друзья, то мы вергаем свою жизнь в хаос. Это реально, это хаос, понимаете? И мы можем быть очень образованные, и мы можем быть очень умные, то есть мы можем быть практичными, мы можем иметь бизнес, мы можем быть учеными и так далее. Но все равно наша жизнь, это будет просто хаосом, потому что в ней нет твердых оснований. А если основания разрушены, то что тогда? И тогда люди начинают сами выдумывать свою нравственность, люди начинают сами выдумывать свои основания. Например, считают, что сегодня нравственно, например, чтить частную собственность. И законы, и все, и государство стоит на страже частной собственности, это считается нравственной. А потом происходит революция октябрьская, ноябрьская и так далее. И все говорят, все, это теперь не нравственно. Теперь нравственно будет не чтить частную собственность, ее вообще нету, и все будет по-другому. И так происходит, как говорится, всегда. И людям, понимаете, в этой системе координат, не библейской, материалистической системе координат, людям приходится искать себе авторитеты. Реально приходится искать авторитеты. Я читаю серьезные журналы, газеты, и вижу, как выступают академики. И они говорят, они сначала, например, ругают законы, они ругают, что все не так, все неправильно, правительство действует неправильно. И они потом говорят, это же правительство должно принять правильные законы, потом их исполнять. Понимаете? То есть, как бы, не зная, где основания, где вот эта ниточка, где начало этого клубочка, понимаете, что надо начинать с человека, с его внутренности, люди ищут какие-то основания где-то в другом месте, понимаете? Они пытаются найти авторитет, найти авторитет. И сегодня у кого-то этот авторитет, там Мао Цзэдун, у кого-то Ленин авторитет, и во имя этих авторитетов, извините, и Гитлер был тоже для кого-то авторитетом, понимаете? И во имя этих авторитетов уничтожались множество людей. Поэтому, друзья, очень важно, значит, верить в то, что Бог сотворил в начале, Он сотворил небо и землю. И это прекрасно. Аминь? Почему мы верим в то, что именно это так произошло? Можно сказать, ну, основания. Ну, во-первых, потому что мы видим, что мы читаем Тору, мы читаем пророков, Писания, Брит Хадаша, и мы видим, что каждое слово, оно исполняется в нашей жизни и в жизнях сотен людей вокруг нас. Аминь? Мы видим, что Бог, около тысячи пророчеств дано о будущем, значит, в Библии, около восьмиста из них уже исполнилось. Ну, так, подсчитали, я примерно говорю, я не считал точно, значит, около восьмиста из них исполнилось, и мы видим, что оно все исполнилось так, как сказал Бог. И мы знаем, что те пророчества последнего времени, они тоже исполнятся. Почему? Потому что так сказал Бог. Но самое главное, мы видим, что в своей жизни мы молимся, происходят сверхъестественные вещи, и мы понимаем, что Бог живой, Его слово, оно живо и действенно. Вот, ну, скажут, ну, это же не научно как-то, как-то, ну, давайте, может быть, как-то по-научному объясним. Ну, так объясните тогда по-научному, потому что любой факт научный, он должен был проверен в лабораториях, притом многократно. Если вы говорите про большой взрыв, покажите нам, как большой взрыв произошел, или вы там верите, что, допустим, там зеленые человечки привезли человека, значит, к нам на землю. Друзья, ну, это не сказки, я реально знаю достаточно такого умного человека, который занимается техникой, который, говорит, зеленые человечки, инопланетяне привезли сюда, значит, там на кораблях или как-то людей, да? Мне, правда, непонятно, зачем они тогда притащили миллионы жучков, паучков, рыбок там и так далее, где они это все поместили, понимаете? Это не объясняется, но люди верят в это, понимаете? Вот, поэтому научные факты, которые говорят о происхождении там и так далее, на самом деле они не научные. На самом деле, те научные факты, которые нам говорят, это не факты, это просто гипотезы, мнения людей. И, кстати, те люди, которые говорят о случайном сотворении этого мира, о большом взрыве и так далее, они не имеют одного мнения. Среди них полностью, ну, огромнейший спектр. В общем, по-разному они говорят, но мы очень четко знаем, Господь сотворил мир. Аминь. И Бог дает нам также ответ на вопрос, как Он творил это все. Значит, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Аминь. И мы видим, то есть Бог, мы видим, что Бог творил словом. И раз за разом Он говорил, говорил, да, и появлялись земля, вода, появлялись там растения, появлялись животные и так далее. То есть Слово Божье, мы видим, оно имеет огромную силу. Псаломопес говорит, Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. И мы верим, друзья, мы верим здесь, в общение Орха Машиек, и как все мессианские евреи, мы верим, что то Слово, которым Бог творил, небо и землю, это был наш Машиек, это был Ешо. Аминь. И это творческое, это действенное, это живое Слово Бога, которое есть Бог, о котором апостол Иоанн в Евангелии Теана, он сказал, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. И ничего через Него, все через Него, да. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть мы верим, что это слово, которое Бог посылает в нашу жизнь, оно живо и действенно, и это слово, оно написанное слово, и это слово, оно живое слово, которое имеет общение с нами через Руах Хакадеш, то есть мы имеем возможность беседовать с самим живым Богом. И это радость Торы, друзья, это радость Торы в том, что Бог сотворил, в том, что Он беседует, Он имеет возможность общаться с нами и беседовать с нами и помогать нам в наших жизненных ситуациях, которые в этом мире, в этом, к сожалению, павшем мире, наша жизнь, она, конечно же, нелегкая. И Тора повествует, что растительный мир и все живое было сотворено с огромной любовью Бога, огромным таким вниманием к деталям, и все, и трава, и кустарники, деревья, птицы, рыбы, животный мир, оно все радовало Творца, потому что оно было совершенным. Я люблю находить разные факты именно о этом времени, и мы сейчас, глядя на этот мир, мы не понимаем, как это, но вот есть люди, которые изучают это, ученые, которые роются, они пытаются понять, какая атмосфера была. И я помню, прочитал одно интересное событие, что в одном институте смоделировали атмосферу, которая была в это время, и они в этой атмосфере выращивали помидор в такой колбе стеклянной. И им пришлось выстроить колбу 15 метров высотой, и выросло дерево, помидорное дерево, на котором были сотни килограммов плодов. И это просто мнение, понимание, на самом деле, наверное, было оно еще прекрасней. Аминь. То есть земля, она была прекрасна, Бог сотворил все прекрасно, потому что Бог сотворил и человека, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог. И сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Аминь. Это прекрасное назначение человека распространять Эдемский сад по всей земле. И это тоже, друзья, радость тоже, что у нашего Бога, у Него прекрасный замысел для всего живого. У Него, ну, Он сказал, что Он имеет намерение относительно нас. И эти намерения во благо, а не во зло, что Вы имели будущность и надежду. Это прекрасное намерение. И мы должны помнить об этом, что наш Бог, значит, Он любящий и добрый Бог, и Он сотворил нас. Он сотворил нас, мы видим это. Он сотворил нас, дабы мы, ну, я немножко перефразирую, искали Бога, нещетим ли, не найдем ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. И наш Бог, Он раскрыл еще одну грань своего замысла в послании к Ефесянам. Он сказал, что Он хочет явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к Навмашиха. То есть преизобильное богатство доброты Своей. Ну, все излить на свое творение. Друзья, и радость Туры, знаете, она, в том мы будем в последнем говорить, что у Бога все получится. У Бога все получится, друзья. У Него получается сейчас, у Него получится тем более во всей полноте и в дальнейшем. Даже несмотря на то, что змей был хитрее всех, зверей полевых, и Он ввел человека в грех. Я, как бы, иду так очень быстро, потому что, ну, мы говорим, в общем-то, не теологические вопросы, мы рассматриваем, что Тора сегодня она дает нам. Какие основания, что сегодня Тора, вот именно вот эта часть главы, ну, часть-часть отрывок этой Торы, что он дает в нашу жизнь. И мы видим, что человек, он не поверил в Слово Божие. Друзья, и это для нас урок, понимаете, в том, что грех, он начинается с неверия в Слово Божие. Любой грех, он начинается с того, что, а подлинно ли сказал Бог, а может быть, я согрешу вот так вот и не умру. А вообще-то это даже не грех, это любовь, понимаете, или еще там что-то, понимаете. Вот, когда мы начинаем вот это вот выкручивать, понимаете, когда мы начинаем перевирать, и когда мы начинаем изменять Слово Божие, то приходит грех и приходит разделение, потому что грех, он приводит к разделению между Богом и человеками. И вся Тора, понимаете, и вообще и пророки, и Писание, и Бритха Даша, они рассказывают о том, как вот этот вот грех, который был совершен и привел в результате, все люди начали грешить. Вот, я опять же не теологически рассматриваю, почему они начали грешить, но так получилось, что люди стали рождаться, и они стали грешить, им стал нравиться грех. Вот, но радость Тора, друзья, в том, что Бог уже здесь, уже даже в этом отрывке мы видим, Он предусмотрел выход из этого. Он предусмотрел, и Он скажет, и придет, когда Он говорил змеям, да, ну, то есть мы понимаем, что это был сатана, Он сказал ему, давайте мы прочтем, вот, и вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем его, оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пятом. Мы здесь, мы понимаем, то есть мы, мессианские евреи, мы верим, что здесь говорится о нашем Машихе, о том, что Он придет, и Он поразит сатану, и мы знаем, что так оно произошло. И когда мы принимаем нашего Машиха своим Господом и Спасителем, то власть сатаны, она прекращается над нами, над нашими жизнями, над нашими семьями. Понимаете, она прекращается, потому что Ишуа, Он сильнее всякой власти и на небе, и на земле. Амин. Значит, и заканчивается, и заканчивается, я об этом все равно скажу, друзья, и заканчивается, значит, этот отрывок Туры великим развращением людей, значит, о том, что из-за того, что люди не поверили Слову, не поверили Слову Божьему, да, что вот именно они, значит, совершили этот грех неповиновения Богу, значит, все извратилось. И те люди, есть люди, знаете, которые изучают каждое слово, которые, значит, там все, значит, сказания там и так далее, да, и они говорят, что в это время все, действительно, все извратилось. И не только люди, не только они извратили свой, даже животные и птицы, значит, они были, они извратили свой путь. То есть, значит, в этот момент, пишут, даже проводились генные, значит, различные, значит, контакты с сатанинским миром, так, с бесовским и так далее. И человек, он даже на генном уровне начал меняться настолько, что он уже просто, он уже просто был достоин только уничтожения. И мы можем в это поверить, потому что мы видим, а Библия говорит о том, что в последнее время будет то же самое, мы видим, происходит то же самое. Друзья, гомосексуализм, то есть, это просто противоречие Богу самой явно, оно возводится в рамк закона, и мы видим, как есть группа, есть люди, понимаете, влиятельные люди, денежные, которые продавливают это дело через всеми возможными способами. И Украине говорят, хотите в Европу, пожалуйста, примите законы, сделайте, чтобы было как у всех, понимаете, и так далее. Мы видим, что проводятся генные различные эксперименты над тем, чтобы самим получать тех людей, кого они хотят. Это плевок в небо просто, понимаете. Это люди, они просто, не просто противоречат Богу, понимаете, они противостоят Ему в своей гордости и в своем самомнении. И, друзья, радость вторая, скажем так еще, о том, что мы должны помнить об этом, мы должны помнить о том, что Бог, значит, Он справедливый Бог, и написано, Он судья праведный. Аминь. Значит, и первый мир был уничтожен, и Бог говорит о том, что нечестие этого мира, оно тоже будет уничтожено. По-другому, огнем, тогда водой, тогда сейчас огнем, но оно будет уничтожено. Вот. Но радость вторая, друзья, в том, что Бог никогда не проигрывает. Аминь. Он никогда не проигрывает, потому что, как Господь сказал, что... То есть, для чего Он сотворил небо и землю, да? Значит, то же самое оно будет и в конце истории. И мы в Евангелии, в Откровении Иоанна, значит, я зачитаю последнее. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сесть, киня Бога с человеком, Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Аминь. Аллилуйя, друзья, да, это действительно, это благая вещь для нас. Господь, Он всегда побеждает. Сегодня, завтра и всегда Он побеждающий Бог. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!